Хлеб всему голова. Любой фермер готов поспорить с этим утверждением. Картофель – вот основа основ. Однако в этом году многие чуть не остались без этой основы. Лето подвело. Понур, отвечают жители села. Благо, хоть кому-то повезло собрать богатый урожай. Слава Богу, хорошее. Есть чем похвалиться. И много. Есть чем и поделиться. Вот мы в этом году так и решили, что получилось так, что есть поделиться с нуждающими. То есть рука дающего не оскудеет. А поделиться есть с кем. Так, например, большая часть урожая с этого поля отправится практически в другую часть страны. К узбасским картофелям фермер рассчитывает поддержать жителей пострадавшего от потопа региона России. Мы сделали предложение на Дальний Восток. И при условии, если они смогут поставить к нам транспорт, мы готовы загрузить в этот транспорт. Но он должен быть особый, утепленный, поскольку сегодня мы тоже смотрим прогноз. В районе Байкала уже минус пять. И нельзя поставлять картофель вагонами. Нужно только с закрытым автотранспортом. Дело благое, но время поджимает. В одиночку собрать такое урожай трудно. Как-никак 60 тонн планируют погрузить в мешки. Помощь пришла от новокузнецких студентов. А ребята помогают, во-первых, убрать урожай, который уродился в этом году, довольно серьезный. И во-вторых, ну есть некая ностальгия, наверное, по советским временам, когда мы, вот я лично сам ездил на сельхоз работы. И я помню, как это объединяло студентов, как сформировался коллектив. И думаю, что вот эти традиции их надо возрождать. Ну, я сам из деревни, вот здесь живу недалеко. Но вообще картошка, если плохая, она и червивая, в нем много проволочника, она коричневая такая, и зеленая бывает еще. А хорошая, ну она желтая, красная, по сути дела, она и внутри желтая. Ну, а здесь хорошая картошка? Ну, здесь средняя, но ее здесь за ней не ухаживают. Она и проволочника много. Самыми отзывчивыми оказались транспортно-технологические и строительные техникумы. Все-таки помощь ближнему своему опять становится в почете. Кстати, не обделят картофелем с поли фермера Шиповалова и сами техникумы. За то, что ребята помогают добывать урожай вскоре он же и появятся на их кухнях. Так что в своих техникумах они будут грызть не только гранит науки, но и собственно ручно вырытый картофель. Артем Казак, Александр Архипенко, новости моего города.